На стадионе Торпедо прошел второй этап девятой спартакиады налоговых органов Курганской области. Девять команд принимали участие в спортивных соревнованиях по легкой атлетике и мини-футболу, а также выполняли нормативы по прессу и подтягиванию. Руководство Федеральной налоговой службы выразило благодарность Людмиле Николаевне Новиковой за гостеприимство и помощь в проведении соревнований в Шадринске. От имени администрации города, ну и думаю, что от всех жителей города, желаю вам успехов в спартакиаде. Мы очень тесно и плотно и дружно работаем с инспекцией налоговой нашей. Я думаю, на территориях у вас тоже с администрациями хорошие связи, поэтому мы, конечно, сегодня болеем за всех вас, но предпочтение, естественно, нашему отделению. Еще, еще, забегай, еще! Молодцы, девчонки! Молодец! Давай, 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 давай! В эстафете по легкой атлетике Александру Тропину, Ирине Кривоноговой, Александру Возовикову и Елене Ощепковой не было равных. Наша сборная заняла первое место. Шадринцы также стали лучшими в таких видах упражнений, как пресс и подтягивания. А вот мини-футбол принес им только четвертое место. Думаю, что это прекрасное мероприятие, оно необходимо, оно дает возможности, во-первых, корпоративным отношениям. Леги встречаются не только по работе, но и, допустим, таким неформальным мероприятиям. Это, конечно, здоровый образ жизни. Это просто прекрасное настроение, особенно в такой вот день прекрасной, прекрасной шадринской земли. По итогам второго этапа «Спартакиады» команда города Шадринска разделила второе место со сборной управления, набрав 61 балл. Первое место заняли гости из Кругана, а третье – работники налоговой службы из Шумихи. Необходимо отметить, что победители «Спартакиады» войдут в состав сборной команды, которая будет представлять нашу область на уровне Уральского федерального округа. Будет сформирована сборная по мини-футболу от всех инспекций и управлений команды. И мы будем представлять уже наши интересы в Челябинске. В Челябинске будет сформирована сборная на высший уже, на федеральный уровень, которые будут представлять от федерального округа Уральского интересы в городе Сочи в сентябре, в конце сентября. По первому этапу, проведенному нами в мае месяце, у нас ездило 4 человека на этап. Но я считаю, в Курганской области это немало.